Молчаньем делу не поможешь. На центральной площади Усть-Кенельского непривычно многолюдно. Скандал вокруг пойменного леса вот уже полгода горячо обсуждают почти в каждом доме. Защитный барьер для реки, место отдыха для сельчан и экологической практики для студентов сельхозакадемии. Росчерк административного пера превращает в коттеджный рай для льготников, закрытый для всех остальных. Они не думают о завтрашнем дне. Пойма – это источник кислорода, воды. А мы из этой воды пьем. Самая худшая вода – это у нас насхи. Очистные сооружения поселка по уровню находятся значительно выше, чем те коттеджи, которые планируется построить на вырубленных вековых здоровых деревьях. Наш пляж, на который мы привыкли ходить с нашими детьми и внуками, будет просто обезображен. И мы не сможем купаться. Помимо качества воды и здоровья сельчан, вырубка и застройка поймы скажется и на самом водоеме, считают экологи. Река, посмотрите, она имеет поверхностное питание и подземное питание. И весь гидрологический режим будет наружен. И более того, я не хочу быть пророком в этом деле. Бывают такие многоводные годы, когда полночь заполняется. И не исключено, что все строения будут просто-напросто смыты. Летом, когда разгорелся скандал, вырубку в пойме временно остановили до прояснения ситуации. 1 ноября здесь снова появилась техника. Вот этот участок расчистили буквально на днях. Местные жители в очередной раз вызвали полицию. И сейчас в пойме на неопределенный срок опять все затихло. Жители поселка не уверены, что это конец истории. На местном уровне найти понимание и поддержку, по их мнению, уже невозможно. Совершенно видно на лицо, что здесь, я уже говорил, такая, как бы, скажем, круговой сговор. Понимаете? Я уже говорил, МВД, прокуратура, администрация. И хождение между всеми этими структурами, это хождение по кругу. Сельчане планируют провести независимую экспертизу, обратиться в суд, добиться отмены решения о застройке поймы и возбуждения уголовного дела на ответственных лиц. Резолюцию митинга отправят президенту и премьер-министру страны, генеральную прокуратуру, а также губернатору области.